МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех любителей спорта! В эфире передача старта и финиша и в ближайшие несколько минут о спортивных событиях нашего региона и не только. Поехали! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В областной центр финальная серия до трех побед переехала при счете 2-1 в пользу Гомеля. Сопернику некуда было отступать, игра обещала быть для хозяек площадки непростой. Так и получилось. Это был настоящий финал. На старте болельщикам довелось поволноваться. Кстати, трибуны дворца игровых видов спорта были забиты под завязку. Как уже не раз бывало в этом сезоне, фактор домашней площадки давил на гомельчанок. Ряд невынужденных ошибок, неуверенность при реализации моментов и к середине стартовой половины гости вели им 5-1. И вот здесь мандраж ушел. Этому поспособствовала хорошая игра на последнем рубеже Валентины Кумпель. Рывок 4-0 и счет уже равный. Я боюсь, что наши девушки будут наносить спугать, но не спугать, но много нервничать. Но это получилось с начала, ничего нам не получилось, ноги были тяжелые. Но думали, думали, что делать, поменяли второе, поменяли третье игровое, не получилось. Но, слава богу, опять, каждую игру один игроков немножко подтягивать нашу атаку или защиту. Но сегодня Дина сделала свою работу. Блин, ждали очень долго. Валя на воротах, ну, практически целая команда. Но всегда надо одного игрока, что немножко расслабится и притягивать целую команду вперед. Диана Ильина, вернувшаяся в стан Гомеля из российской Астраханочки во второй половине нынешнего сезона, также скажет свое слово, но чуть позже. В оставшийся отрезок первого тайма игра шла мяч в мяч. Гомельчанки не раз догоняли соперника, однако выйти вперед не получалось. На перерыв команды ушли при счете 10-9 в пользу БНТУ. До середины второй половины картина игры не менялась. Гомельчанки никак не могли выйти вперед. Иногда мяч каким-то чудом разминался с воротами минчанок. Только на 46-й минуте Диана Ильина впервые вывела хозяек вперед. 16-15. Дальше догоняли уже гости. На 51-й минуте главный тренер Гомеля Томаш Чаттер взял таймаут. Этот перерыв он явно провел с пользой. Гомельчанки увеличили отрыв до трех мячей. Точку за 26 секунд до финальной сирены поставила Диана Ильина. Реализовав 7-метровый, она сняла все вопросы о победителе. Для разыгрывающей это был девятый гол в матче. Больше нее в этот вечер в составе Гомеля не забросил никто. В оставшееся время минчанки отыграли один мяч, однако это уже ничего не решало. Победа со счетом 22-20. И Гомель впервые стал чемпионом Беларуси. В последние две игры дома мы, к сожалению, БНТУ уступили, а все на выездах выигрывали. Поэтому где-то себя перебороть надо было. И сегодня, мне кажется, и трибуны нас помогали. Поддержка была сегодня сумасшедшая. Наверное, как никогда. Все подбодрили. Я думаю, что это в большей степени тоже помогало нас и подзаладило, что нельзя такой шанс было упускать. Я хочу сказать всем болельщикам, которые сегодня болели за нас, огромное им спасибо. Очень нам помогали. Поздравляю всем девушкам, которые выдержали. Просто на всех тренировках было очень мучно. За них работали. Все всегда ругались, смеялись. Но всегда надо быть и руганее, и смеяться. Но все равно молодцы. Вообще, этот сезон навсегда войдет в историю клуба. Ранее такого успеха достичь не удавалось. Гонбалисты Гомеля выполнили главную задачу – выиграть все финалы. Сначала была Балтийская лига, после Кубок страны. И на финише чемпионство. Кстати, в решающих матчах всех трех турниров обыгран БНТУ. Это очень потрясающе. Мы безумно рады. Это было нашей целью. У нас стояли задачи выиграть все три кубка. Кубок Белоруссии, Балтийскую лигу, чемпионат. И мы выполнили все три пункта. Конечно, эмоции непередаваемые. Мы долго к этому шли. Балтику выиграли, кубок взяли. И вот, наконец-то, самый главный трофей чемпионата. Это, конечно, и этот зал наш, и болельщики, и награждение, и, в общем, эмоции переполняет. Конечно, это стоило того, как мы трудились, мы тренировались, было тяжело, но мы терпели, работали. И вот итог, конец. Мы чемпионы. Заслуженные медали команды получили сразу после игры. Менчанке понурив голову серебро, гомит долгожданное золото. Кубок над головой подняла капитан команды Ирина Дронова. Бронзовым призером стала городничанка, обыгравшая Викторию Берестием. По итогам чемпионата гомельчанки вратарь Валентина Кумпель, линейная Анастасия Лобач, правая крайняя Кристина Храменко, левая крайняя Ирина Дронова и разыгрывающая Анна Редько стали лучшими в своих амплуа. В оставшихся номинациях отмечены минчанки. Левая полусредняя Анастасия Мозго и правая полусредняя Екатерина Селицкая. Самой результативной по итогам чемпионата стала Наталья Смолагонова из Березины. Подошел к завершению и мужской гонбольный чемпионат страны. Сюрпризов или сенсаций он не принес. Фавориты подтвердили свой статус. Список призеров не меняется уже три сезона к ряду. Чемпионом стал флагман белорусского гонбола БГК имени Мешкова. Брещане присовокупили чемпионство к ранее завоеванному Кубку страны. Столичный ИСКА снова второй. Гомель замкнул тройку призеров. В серии за бронзу Гомелю противостоял Гродненский Кронон. В первой игре в Гродно гомельчане не испытали особых проблем, победив со счетом 40-24. Два следующих матча проходили в Гомеле. В субботу преимущество гомельчан было не таким явным. К завершению сезона травмы ослабили состав команды. В первом тайме гости уперлись. В конце к перерыву счет был 16-15 в пользу хозяев. Игра гол в гол продолжилась во второй половине матча. Только в концовке Гомеле удалось создать отрыв в счете и довести матч до победы. 34-31. В воскресенье все стало на свои места. Гомель не оставил сопернику шансов. Победа 31-26 и третье место в чемпионате. Для Гомеля это третья бронза к ряду. И хоть пока забраться выше не получается, прогресс в игре команды налицо. Команда сделала большой шаг вперед. Это было заметно по играм с ОСКА, по играм с Брестом. Поэтому даже с командами Гродно, Машека достаточно уверенно играли. И за счет этих игр, наверное, мы подтянули все-таки к концу сезона наш второй состав, который сейчас тот же Сергель, тот же Гусаков. Они выходят, ушал, они выходят в основном составе. Приходится выходить. В принципе, картину они особо не портят. Я думаю, что сезон выдался для нас очень, ну, не то что очень хорошо, но положительный сезон для нас. Я думаю, мы боролись в этом году с ОСКА на равных. Вот буквально нам не хватило дома. И домашнюю игру выиграли. В гостях нам не хватило буквально, наверное, сил в конце. В символическую сборную чемпионата попали два гомельчанина. Вратарь Иван Мороз и разыгрывающий Денис Волынцев. Левый полусредний Гомеля Андрей Ященко стал лучшим бомбардиром турнира. В среднем он забрасывал более восьми мячей за матч. В мини-футбольном чемпионате Беларуси определились финалисты. Для выявления победителей во всех полуфинальных парах понадобилось максимальное количество матчей. Столица после победы в первой игре Сирии против Мопида два оставшихся матча проиграла. Таков же был и сценарий в противостоянии Лицельмаша и Гомельского ВРЗ. Первый матч в Лиде выиграли вагоноремонтники со счетом 4-2. При этом в ходе встречи они уступали 0-2. Игра в Гомеле началась по такому же сценарию. На 24-й минуте счет стал 2-0 в пользу Лицельмаша. Через три минуты ВРЗ сократил отставание. Степан Струк реализовал пенальти, назначенное за нарушение против Евгения Клочко. После этого инициатива полностью перешла в руки хозяев паркета. Они много атаковали, однако забили все-таки гости. На 37-й минуте Денис Колб сделал счет 3-1. Через минуту Владислав Селюк сократил отставание, вернув матчу интригу. Футболисты ВРЗ закрепились на половине соперника, однако позиционные атаки не принесли результата. Поражение ВРЗ со счетом 2-3. Пропустили два гола, было тяжело вылезти. Практически вылезли, я опять третий ненужный гол. Обидно тяжело, конечно. Будем справляться. И так в этом году многое сделали, будем идти вперед. Еще ничего не потеряно, будем сражаться в Лиде. Решающий матч серии состоялся в Лиде. И вновь ВРЗ пропустил дважды. В первом тайме. На старте второго Селюк один мяч отыграл. На 34-й минуте Лича не отличились дважды. Выпустив пятого полевого, ВРЗ один мяч отыграл. А на последней минуте футболисты Лицельмаша дважды воспользовались тем, что ворота соперника пусты. Итоговый счет 6-2 в пользу Лицельмаша. Так что в финале встретятся две лучшие команды по итогам регулярного чемпионата. Мопит и Лицельмаш. Финальная серия стартует 25 мая. В РЗ и столица оспорят бронзу. Первая игра этой серии пройдет 26 мая. В немецком Дуйсбурге завершился первый этап Кубка мира по гребле на байдарках Эканоя. На счету представителей Гомельской области 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Первое место занял Роман Петрушенко в байдарке «Двойки» на тысячи метров в паре с Виталием Белько. Золотого успеха также добился экипаж байдарки «Четверки» в составе Марины Литвинчук, Ольги Худенко, Надежды Лепешко и Маргариты Махневой на спринтерской 200-метровке. На такой же дистанции Дмитрий Рябченко поучаствовал в завоевании золота в составе Канои «Четверки». Между тем в Гомеле соревновались будущие звезды белорусской гребли. На грибном канале «Налуговой» прошла республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ. В спартакиаде приняли участие спортсмены 2000-2001 годов рождения. Всего 31 команда. На старт вышли более 330 юношей и девушек. Соревнования проводились на трех дистанциях – 1500 и 200 метров. Лучших определяли среди экипажей байдарок и Канои – одиночек, двоек и четверок. Как всегда, основные баталии за медали развернулись между представителями Мозыря, Гомеля, Минска и Бреста. Именно эти регионы традиционно задают тон в белорусской гребле на байдарках и Канои. Здесь, скажем, семь команд, которые принимают участие за счет средств Министерства спорта. То есть такая традиция существует. По соревнованиям итогов прошлого года всегда определяется семь команд, которые принимают здесь участие уже за счет Министерства спорта. То есть это там питание, проживание. Ну вот и ЦОР Бреста, потом водных видов. Две команды Минска, Гомельские две команды. Это вот Жемчужина по лесу и Зюшор профсоюзов города Мозыря. Ну, такой костяк, скажем, он, как правило, особо не меняется. Среди триумфаторов первого соревновательного дня Мозыряне Алина Невмержицкая и Антон Новак. Оба стали победителями в заплыве байдарок-одиночек на самой длинной километровой дистанции. Сильный ветер и дождь не способствовали высоким результатам. Однако ребятам удалось успешно справиться и со стихией, и с собственным волнением. Проехала первая на тысячи. Ну, конечно, было тяжело. Был ветер, большой дождь, но это не помешало мне выиграть. Сначала надо было ехать 200 метров сильно, а потом надо было уже катить. И потом, когда оставалось 100 метров, надо было идти на финиш. Из-за погоды было тяжелее очень ехать. Ребята также пробовали покорить и дистанции в 200 и 500 метров, но повторить успех не удалось. Несмотря на это, Мозырьская из Дюшор профсоюзов, воспитанниками которой и являются спортсмены, заняла в общем зачете первое место. На второй строчке расположились грибцы с Дюшор жемчужина Полесья, также из Мозыря. Замкнул тройку призеров Брестский центр Олимпийского резерва по греблям. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире в ближайший вторник. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова